Многие же до сих пор побаиваются на КВшках много побеждать. Что-то значит, идет не так. Карма космическая придет за тобой. Погнали, друзья. Ну что, какие-то, может быть, отложенные смоки. Первые смоки сразу с базы не нажались, может быть, попозже. Пока выдвигаются в район центрального коридора. Ну и заварушки пока мы не видим. Ну, как при предыдущем матче сразу смоки нажимались, пытались искать друг друга. Первые убийства какие-то. И находили их здесь пока аккуратно. Так, ну и покажите самое главное, друзья. Каков наш Деката здесь, а? Кем он будет? А ты посмотри. А это ведь Коррозив. Да, это через Коррозив будет играть. Посмотрим. Опять же, да, каждый отталкивается от каждого. Ну, им надо какой-то дэмэдж будет наносить. Опять же, он будет сам прыгать. Ну, он плеймейкер такой хороший. У них есть здесь Урса. Опять же, да, у них будет здесь бисмастер огромный. Должен быть, по крайней мере, огромный бисмастер, который будет роль именно таких керри выполнять. А ДК, да, это просто плеймейкер, поэтому через зеленый аспект, чтобы побольше намага. Ну, значит, получается настолько вариативно даже в аспектах этот персонаж. Он не просто флексится на линиях, он еще и флексится по аспектам. Потому что, опять же, матчем ранее это был такой же ДК в мид, но только через другой аспект, через Огненный. Ну, такая история. Ну, и грандмастер Мьера, да. Сигнатурку решил взять с первой же карты на этом TI. Ну, и правит. Начинать нужно с лучшего, чтобы тебе было комфортно. Матвей, показывай лучшую доту. Пошел отжимать. На отжимать пошел руну и забрал. Кстати, молодец. Супер. А мы рады приветствовать, друзья, всех тех, кто пришел к нам с Red Zone, с основной трансляции. Мы сейчас будем приступать к просмотру дебюта от BB Team и, соответственно, от коллектива Nouns. У нас первая карта, вы видите, всем приятного просмотра. Устаривайтесь поудобнее, друзья. Road to the International в активном уже своей стадии. Уже первые матчи прошли. Это уже вторая серия игр, поэтому смотрим. Стараемся посмотреть все. Тяжеловато смотреть все. Три матча одновременно. Но либо дополнительные девайсы, либо просто выбирайте своих фаворитов, своих любимчиков и смотрите только их. Ну да, и для нашего коллектива очень классно здесь будет стартануть. Прямо именно с победой. Вообще, даже не в серии, можно на первой карте. Потому что много серединатурных персонажей. Пик у них, в принципе, здравый. Ну, где тебе в итоге подравто больше понравилось, так и не сказал. Вообще ББ. ББ Team, да? Да, у них пик под такой, знаешь, сноубол. Вот если они сейчас в линии хорошо постоят, у тебя потом вот эта Урса полетит. Бестмастер будет огромный, да, который, с которого ты не можешь остановить, а тебе нужно ЦК расфармливать. И ЦК, мы с тобой уже обсудили коротки на драфтах, которые не супер прям важно здесь заходят против драфта ББ. Тяжеловато. Да, тяжко будет именно иллюзиями играть. Ну, главное тут как-то в какой-то момент времени все-таки оценить мощь этого персонажа под названием тикер. Я больше всего его боюсь. Да, там тысячу раз можете понерфить, пофиксить и так далее. Если вы теряете контроль над этим персонажем, если даете возможность ему нажимать свои кнопки, бафить там его кора, то впоследствии окажется внезапно, что вы почему-то убить не можете никого, и все захиливаются соперники, и вы проигрываете драки. Поэтому при этом на Лелиса нужно должное внимание оказывать, фокусить его в тимфайтах, находить его, убивать. В общем, я думаю, что это ББ-тим прекрасно осознает, прекрасно понимает. Да, ББ у нас одна из самых вообще пассивных команд в Тир-1, на Тир-1 сцене, да, в Компетитив. Поэтому, возможно, самые скучные на групповом этапе. Вот так вот. Ну, в плане большого количества киллов, да, очень любят они аккуратно поиграть, опять же, чтобы потом меньше фида, но за счет своего хорошего, неплохого тимплея, чуть позже, выдавать очень хорошую доту. Так, посмотрим, как с Лелисом здесь будут дела. Есть подкопная единичка, но Лелису нужно забирать от Фюзблата. Должен быть, да, и... Ай, Торонто, куда? Куда стреляем? Какой подхил идет, но Торонто все-таки, да, забирает от Фюзблата. Вовремя уходит здесь как раз-таки Сайка от машинок. И хорошее, неплохое начало для ФБ. Не стал жадничать Сайка, да, чтобы там убивать, делать первую кровь и при этом умирать саму в размен. Не хотел размениваться. Понимал прекрасно, что Торонто кер там справляется. Стинкер он точно добьет здесь и спокойно отошел, чтобы покелиться. Пока нет саппорта, здесь можно давить Санкинга, доставить его немножко ретироваться. Ну и да, отличное начало. Действительно, ФБ на легкой линии. То, что нужно у Урса с фрифарма. Плюс асисты какие-то получают. Энчантра с Ферсблата, по-моему, лучше и не придумать. Да, посмотрим, как дела на этом лайне. Да, все спокойно. Опять же, да, бисмастер стоит. 10-4 по крипам. 8-3 здесь у ЦК. Пауза наставится. Ходкей какой-то слетел там сейчас. Это быстро все пофиксится. Перезайти или так его просто выставит. Да, бисмастер здесь будет кайфовать. И я уверен, Мьера, то, что он с любого лайна, я думаю, придумывает какой-то фарм и у него все прям будет шикарно. Да, там спауны себе же залочили. Судя по всему, наунс. То есть линия сейчас отпушилась, ушла под вышку к сопернику и выпалить ничего не получается. Там идет как раз на разведку снэпка, чтобы не было возможности что-то даже отвести. Вот сейф как раз таки проверяет. Ну, нормально, Сентрик стоит там. Тут команды. А, ну тут разлоченный спаун. Вот он идет блочить Сантрить именно. Да, сейф тут. Но правда лоту стало придется отдать. Но важнее именно не дать возможности выпуливать. Да, потому что, опять же, линия под бисмастером стоит, ему комфортно, и не хочет эту позицию терять. Поэтому, да, поэтому важно было плевать на лотус. Главное, чтобы крипа не появились. Сейфа весной называли, кстати, лучшей четверкой именно в плане исполнения. Но темно чуть позже он подсдал. Опять же, может быть, нет, так сильно повлияло. Но, опять же, да, игрок после паузы такой длительной, да, которую он брал, он прям пришел и очень неплохо себя начал демонстрировать. Единственное, что я бы очень хотел, чтобы он показал каких-то не очень ординарных саппортах, на которых в свое время он стал там максимальной звездой. Ну, типа четверка Бэйн какой-то. И он всолил, помнишь? Он просто бегал, уничтожал оффлейн там и так далее, просто брал игру на себя. Сейчас он больше командный игрок, это понятно, но у него есть возможность и точно есть скилл для того, чтобы просто взять и в один момент просто выиграть игру. Четверка, пятерка Бэйн это туда, вот к ребятам из клоудов. Там уже, да, есть. А, мы, кстати, не посмотрели, у нас на Дизрапторе какой аспект был взят. Играет через улучшенные первые способности через Genetic Fans. Я по иконкам не знаю, мне лучше покажите какой это аспект. Да, да. А, Тандерстрайк улучшил, да. Он, вот, Флай все-таки старого образца. Причем, настолько этот Тандерстрайк слабая способность, ее кучу раз нерфили, что даже вот с этим аспектом, даже с талантом потом все равно урона безумно мало. Никто не делает ставку на первую способность, все качают в итоге филд, глим самое главное делать на него упор. Ну, что делать? Я предвещаю максимально быструю карту. Здесь что-то тяжеловато ЦК стоять. Вообще ничего не может. Начинаю тут просто заспамливать. Опять же, печеньки, скейтеры, вечные топоры. Сейчас манны ботинки, по-моему, едут. Да, уже фуриарь, по идее, должны лететь опять же к бисмастеру. И ЦК здесь просто ему ресурсов не будет хватать, чтобы с этой линии хорошо и расформленно выйти. Да, и три топовых Netverse у нас уже отлично, хоть и ГПК просеял очень серьезно у нас в начале, да, там, но опять же с получением левела ему плевать становится на весь демидж, который ему Квапа выдает. И вот сейчас вернулся и опять же опережает уже на 300 у нас Квапу. Ну, что-то, да, история повторяется в предыдущей их встрече. Я помню там этот матч, но он реально был выигран на стиле, там, знаешь, на классе, я бы даже сказал, от коллектива ОБП. И опять то же самое происходит, но просто развалка с нулевой. Ребята идут, душат, да, все линии абсолютно фраг сделали Юма, там один Гуннер здесь тоже подставляет сторон Токио с Сайкой. Нападают, и от нейтралов хотел умерить, не получится этого сделать. Юма поживет, у нас Катерблаз шикарный, замедление, удары в спину. Просто вынос, друзья, просто, просто уничтожение идет. Шестая минута, 4-0, 2000 преимущества. И просто смотришь, как ребята из Наунс нон-стоп в таверне оказываются. Да чего тут не видно, чем они просто линии хотят выигрывать у тебя. Вот эта линия очень сильная, да, Бесмастер, плюс хорошая четверка в лице бабки. На том лайне, ну, Урса, Инча, хороший, закрывающий, да, получился здесь, чтобы именно линию хорошо постоять, плюс Фюзблат еще с ней получили. Ну, что ты где-то будешь делать? На медиа как-то соло убивать? Ну, ДК не убьешь тоже. Лайли, здесь Торунта на него выходит. Котролили, руну на шестой, в итоге руна спаунилась в верхней точке, ее секьюрит, эту руну как раз-таки до Драгонайта. Из-за этого чуть ослабивался из двух саппорта, стянулись в центр, ослабились сайды, но грамотно отошел Мьеро, не стал подставляться. А по центрам все еще Торунтоки хочет сыграть. Лелис тут стоит, выходит, есть Кентаврик, замедление пошло. ГПК потекиста, Амплифай дэмэдж, это первая активная руна, которую он забрал, но это просто легкий фраг сейчас для ГПК. Забирает, сейв тоже оказывается рядом. Классический мув, да, смещением двух саппорта под первую активную руну и опять-таки это в пропороне или наунс, потому что они будут отдавать вышку. Катапульту сейвит, смотрите. Катапульту на один быстро от Тавра, но Катапульта стоит, Амплифай дэмэдж помогает и Тавр падает. Очень приятно. Сейчас в этой мете нельзя отдавать центральную Таврику до последнего. Это прям тот оплот, от которого ты отталкиваешься. У тебя сразу так картер открывается для игроков, которые снесли Тавр, поэтому так на седьмой минуте терять, конечно, не супер, прикольно. Хотел сделать мув флай, здесь на дизрапторе, посмотрите, стоял и руну мудрости хотел своровать, но опять, телепорт от сейва в идеальной тайминге ребята вообще не проворонили все нужные моменты для выхода, там шестая минута на активную руну, седьмая минута на виздом руну, на руну мудрости, не дают возможности наунс где-то вот что-то провернуть, какой-то хороший мув сделать. Поэтому да, все сейчас за ББТим, 4К перевеса 5-0, вышка центральная упала, руну мудрости свою законтролили, ну я не знаю, что нужно придумать, снова снизу атака на Лелеса, конечно успел дать лазер, но его потянул Торонто Токио своим совухом и по итогу делает фраг именно Торонто Токио серию бистов. Посмотри на эти нетверсы, просто какой-то бешеный, бешеный разрыв, у тебя каждый косарь плюс опережает своего визави по позициям, поэтому я не знаю, как тут вообще выходить из этой ситуации, вот ЦК не тот герой, который комбатчит у тебя где-то в мидгейме, ему надо очень много артефактов. Да, ему покачаться хочется, здесь хочется, чтобы Тейкер своими артефактами тоже подрос. Ну вот, чтобы та самая имба у них случилась, нужно от ауровка это Цин Кинга, но Гуннер тоже страдает, а Гуннер вообще через фастблинг хочется играть, да? Интересно, но ему еще и не дают вообще не через 100 по 100 выиграть, потому что его просто уже Сайка-1 загонял, в центре опять выход на Квин оф Пейн, заставляют копию просто нажать блинг, ну, хотя бы для него в виде компенсации это на восьмой минуте он руну законтролил, руну волшебства, есть Соник Вейв, есть седьмой уровень, надо проявить себя, нужно и себя реабилитировать, и команде на сайдах помочь, надо вот сейчас эту руну обязательно реализовать команде Наунс, что очень сложно. Стяжка вниз у нас идет, опять же, будут под Тейр-1 здесь выпад делать, сейчас заходят Сайки, чтобы... Ой, как хорошо. Ой, как у нас телепортовый нили всех, привет. Из таверны, а там сейф, а там сейф. А он думал, что он нашел, а не ушел. Здорово. Здорово. Ой, как плохо, ой, как плохо Гуннеру здесь. Умер. Респаун, телепорт, и опять умер. Все, игра сломана. 2800 на Творс, там сейчас у Торонто-Токио столько же денег, там где-то с Раптор еще могут поймать. Да, на Грань Фолл был, на Курьеру поймали, да. Они же Тауэрти родит, забирают. В общем, по всем, по всем аспектам, просто по всей карте начинают эту жесткую доминацию. Еще одна пауза. Опять ход кей. Так, ну давайте без типов, без вопросиков. Рановато, рановато. Я понимаю, все хорошо, надо держать себя в руках. Пока рановато. Пока рановато. Но лучше старта, конечно, не придумать, чтобы вот так легко все получилось, чтобы прям соперник вообще не оказывал никакого сопротивления. Я думаю, немножко даже ошеломлены на Унс. Мне кажется, они не ожидали, что настолько все плохо начнется, потому что пока они ни одного плей не сделали. Нет выхода под Дизраптора, но у него, понятно, и шестого нет. Синкинг ничего не может, потому что он блин не купил. 0 демеджа. У тебя весь демедж только есть в Квапе. Да. Ну, с папой, надо что-то сделать. Ну вот, один килл ты сделаешь, я думаю, ситуацию на карте не поправишь, да? Потому что ты хочешь делать это постоянно, а убить ты можешь кого-то лишь за счет Соник Вейва. Давай начнем с малого, давай хотя бы один килл. Нет, с упорта какого-то. Да хоть что-нибудь, ну надо кнопки нажать. Соник Вейв, патруны, волшебство, мы можем. Так, повис у нас появляется у Ичатрас. Ну и тут сразу моментальная у нас атака на Дезраптора. Живет, живет. Хороший Кримс. Копия, нажал руну волшебства. Что дальше? Видит ГПК в центре. Там Торонто, Токио снова план перехват, копия. Граната мимо залетает, есть Блинкаут. Спасается копия за счет Блинка пока, во всяком случае. Но от этого не легче, потому что мы нажали руну, но мы кнопки свои не смогли использовать, чтобы убить врага. Руна по итогу будет таять. Да, Торонто там уже прям великолепно себя комфортно чувствует. В плане артефактов бегает, повис имеет. Опять же, да, магического урона не так много, чтобы все пробивать. Если на него тратить Соник Вейвы, в таких киллах там сразу моментальный хил, моментально повис, и все. И что ты, как ты будешь убивать эту букву непонятность. Сейчас Солар появится, там вообще не пробьешь. При этом, что Мера сам обособлен, самостоятелен, потому что и себе жестоко это сам линию качает, фармит у него сейчас будет быстрый аганим. Минбуд у него уже имеется. Ну да, все в порядке с экономикой. Сейчас будут продавливать верхнюю вышку. Зажаты ребята из Наунс. Они уже играют Близз, Тир 2, где-то вообще на периметре карты уходят туда, Юма качаться. Вынимаю, что это сейчас, наверное, самое безопасное для него место. Либо соперник курсирует, соперник может тебя искать и убивать. И вот только здесь, да, добивать свой какой-нибудь армалет, который теоретически можно использовать, конечно, при атаке. У него вряд ли, наверное, на этой карте появится второй артефакт. Вот он соберет себе армалет и, да, арчит. Да, вот он арчит, соберет и игра закончится, скорее всего. Примерно так это все будет. Ну, именно по таймингу, который показывают сейчас ребята из ББ. Ну, если да, если такое давление продолжится, не будут допускать ошибок по ББТим. Но пока это, пока это, друзья, не хочется там, да, знаете, червить, но это идеальная игра от команды ББТима. Не забывай, что еще фактор Урсы, да, то, что это быстро Рошан. Сейчас он там чуть-чуть еще подфармит. Плюс Рошан, и, скорее всего, давайте посмотрим. Наунс. Есть блинк от Сенкинга, но без него побежали ребята. Может, он даже дождаться от Сенкинга, или не знаю. Ну, надо убить Урсу. Хотелось бы ему сбить тайминг на БФ, но, друзья, есть небольшой нюанс. БФ у него уже в инвентаре. Ну, давайте просто пробуем убить. А чем? Поставили вар. Чем его убьют? Он ульту прожмет, и все. Смотрите, есть статик Шторм. Не зажали в кинетик. Есть Глимсон и Рейш. Нажал перед Глимсом. Да, дэмэджа нет. И теперь прыгает ГПК. Второй волной. Сайка разворачивается, убивает Флай. Минус Лелис на минус 2. Саппорт уже и копии. Надо уходить. Все. Гуннер здесь с блинком. Просто отступает. Там все шансы были, типа, если ты его накроешь ультой с кинетиком до выхода, до прожатия ультимейта, соответственно, то ты тогда можешь за счет Соника как-то его попытаться стереть. И то не факт. И на мидл сразу ментальный у нас выход. Здесь, да, Юма будет страдать. Ну, короче, это фатальная смерть была сейчас для керри игрока Наунс. Он просто уже не выберется из этой ямы, в которую они сами себя по драфту загнали. Прикольная реализация, да. Ну, классическая вот эта вот блинка ДК под Морти Меркисос. Идеально сработала. Юма безопасно фармил все это время. Старался на периметре карты вот эти компы маленькие себе зачищать. Но только ему стоило вылезти. Ну, казалось бы, 13 минуты по тир 2. Ну, что может предвещать беду? И тут же получает атаку в лицо и погибает. Жестко. Глимс. Куда глимс? Не туда. Хотели под тир 2, да, но не получилось. ГПК сейвать, типа. Ну, ладно. Тут уже, я думаю, что Боба Тим прекрасно понимает, насколько игра складывается. 11-0 на 13-й минуте при 9000 преимуществах. Но что может пойти не так, друзья? Ну, мы выходим в идеальный вот этот тайминг, да, когда 1000 Нетворса в минуту преимуществах. Да, обычно так все заканчивается с таким преимуществом. Да, и сразу моментально здесь просто под хил, под повис забирается этот Рошан. Ну, все, давление сейчас пойдет по линейке, где-то 2 товаров и будут уже потихонечку заканчивать. А я думаю, где-то 20-е там с копеечками. Ну, выглядит все так, да. Но если наунс что-то интересного не придумает, вот сейчас Гуннер может помочь своей команде. У него появился блинк, у него есть эпицентр. Вот ГПК в центре, может быть? Да он уже даже себе накидку взял на сопротивление к магии. Его тоже будет сложно пробить с эпицентра того же. Снова выходит в двойку вражеский тренд токи. Он хочет занимать эту территорию. Он тут уже один вард снимал. Хочет снять еще раз этот вард на хайграунде. Пока, правда, не проверяет. Команда, кстати, наунс тягивается, друзья, очень опасно. Атака в Гуннера. Гуннер подкапывает двоих. Кстати, штормки на этих пилм ставят тоже двоих. Но там остановили кмин-ов-пейс. Шикарный Мьеро Праймал Рор. Он не дал продолжить эту атаку. По итогу ребята из ББ-тим будут жить. Провал полный. Сейв выходит на лоу-хп. Не отдают ни одного фрага. Как же качественно, как же таймингово ворвался Мьеро своим ультимейтом. И Флай еще пытался идти. ГПК. Станчик успел дать. Через телепорт. Флай уводил за собой крипов, поэтому на него бижон пыл. Минус 3. Чуть не забрали тинкера. Он сделал телепорт перед Сайкой. 14.0 на 15-й минуте. У нас был вопрос. Оформили ребята из ББ-тим? Можем ли мы ответить, что да? Да. Да. Скорее всего, да. На самом деле, если показать, наверное, процентаж сейчас от Искусственного интеллекта, он будет где-то вроде нуля. Что, это 100 на 0? Ну да. Ты не видел такие? Они же часто очень бывают в таком преимуществе на таких минутах. 100-0. Команда не может выиграть. Ну, там, как потом описывали где-то на форумах разработчики, что это просто грубое округление. На самом деле, это не 100 на 0. 99,9. Да, какой-то там процент, меньше процента есть, но обнуляется в меньшую сторону, поэтому пишется 100 на 0. Так-то понятно, что пока игра идет, шансы хоть какие-то минимальные имеются. Ну, с другой стороны, у нас есть прекрасный представитель нашего региона, команда Spirit, который с 99 на 1 камбэкает, причем более часто это делает. Так что это тоже не показатель. Но это одни из королей лейтгейма. Камбэков, да. Камбэков и лейтгейма, поэтому, да, суперкомфортно играть при любом расстане. Являются ли такими, может быть, принцами камбэков ребята из Nouns? Вот в чем вопрос. Будет ли хоть что-то от них? Ну, пока, пока мы хотим от них малого, хотя бы одно убийство, хотя бы один фраг. Ближе всех к смерти был сейф, наверное, на своей Snapfire, но и там удалось спастись. Поэтому пока 0 в графе фраги от команды Nouns. Такое нечасто встретим, друзья. А есть ли сейчас, например, какой-то milestone в каком-то дискорде от BB Team? Типа, ребят, а может на 0? А? Ну, так, знаешь, очевичка такая, выиграть на 0 официалку на International. А почему нет? А, в общем, многим ли это удавалось? То есть, пытаюсь вспомнить. По-моему, ни разу стартового матча такого не было. Чтобы она на 0? Именно, чтобы на 0. Ты просто выигрываешь сколько сейчас? Ну, будет там 20, там 2-23-0, да, примерно. Ну, я не припомню матчей, сколько... Я тебя тоже не припомню. Сколько International там осветили, на скольких я переиграл, я такого не помню. Ну, вот я помню, что были катки 14-минутные, 13-минутные, где КК присоединяется. Ну, 1-2, гол престижа ты забиваешь. Ну, фраги делали. Там обычно фраг делаешь, выбегаешь, типа, умираешь и КК пишешь. Ну, типа, такого формата. Ну, кстати, здесь фраг чести на Унс обязаны будут. Они никогда не напишут, КК не сделала фраг чести. Это слишком... Это слишком больно. Стать, знаешь, командой, которая попала в рекорды, но с негативной точки зрения. Рекорды, да. Вот этой командой ставится на Унс точно не хотят. Я уверен. Никто не хочет. Тем более на открывающем дебютном матче на Роту за Интернешнл. Все так и есть. Но пока все к этому идет. Все к этому идет. 14-14-ка. Ау! Дагон приобретает себе копии. Использовать надо. Sonic Wave. Разочек B. Я ни разу не видел, чтобы КВАПа кричала. Покричи, Квин оф Пейнт. На Арии, на соперника. Там пайп уже у бестмастера. И вот как раз под этот пайп. Сейчас под хилы, под Соло Крест. Они будут заходить на рампу. Минутка остается, по-моему, у нас на Эгис. Ставили только что, показывали нам в коррестке Урсу. И пора уже. Пора. Все это. Второй. Чирква Тавр. Сейчас вниз стянутся. И уже снизу можно будет здесь. Хотя может второй Ворошан дождаться опять же на ТПП. Они очень, знаешь, так академично играют всегда. Предметно-объектная дота, да. Они не забывают. Вот мы видели по первым минутам, что на шестую строго вышли два саппорта. На седьмую строго руна мудрости. Все в идеальный тайминг. Телефорта сжимали. Поэтому, да, они не забывают про такие важнейшие вещи. Могут изыграть аккуратно от второго Ворошана. Особенно если у нас... Если ты хочешь на доль. Если ты хочешь на... Особенно если ты хочешь на ноль. Тогда желательно Эгис вообще отдать саппорту, на которого весь фокус пойдет ради одного фрага. Да там непонятно, как инчу еще убить. А снэпка с мекой, смотри, тоже не знаю. Снэпка с мекой, да. Там инча под хилом будет. Где-то все будет под пайпом. Дэмэдж у тебя нет. Тебе нужно идеально ворваться к дезраптору Сенкингу и Квапе. Вот, чтобы это все реализовать. В общем, такое себе. Так, ладно. Мне становится безумно интересно. Я уже хочу посмотреть, сумеют ли ребята из Nauv делать хотя бы одно убийство. Пока они к этому, правда, никаких предпосылок нет. Они не предлагают к этим никаких усилий. Потому что они вообще не хотят ничего делать. Они просто распределились. Посмотрите, как они распределились. Вот на миникарте все видно, где находятся ребята из Nauv. Они просто оформят периметр. Вот для них сейчас идеальная ситуация, что карту расширили когда-то. Что есть возможность покачаться хоть где-то. И юма подвиженым фармит. Самое главное, что если на нее придут, его убьют. Опять же, Терани Таур снизу стоит у ребят из ББ. Да, но только вот в ту область смещаться не хочется. Когда вы давите, когда вы контролите всю карту, хочется на вражеской половине играть. Я понимаю прекрасно ББТИМ, что они больше ориентированы. Ну вот возвращаться назад, тратить ТПшки можно ради убийства. Ну, типа, что нам это даст? Так, ну все, вот камбэк пошел. Философский камень у нас выпадает для тинкера. Можно сейчас в экономику выйти. Жестко прям. У нас есть тайминги в Эркенбутс на девятнадцатый. Тоже неплохо. Пошло, пошло. Кстати, как дела интересны у ЦК? У него армлет я видел. Армлет, да, и вот примерно где-то у него наклевывается уже вот... Ну он не будет... А нет, да собирается все-таки арчит. Ну вот такой вот арчит у него будет. Сколько там? 1200 нужно, да? Еще арчитик там, свиток чуть-чуть. И все. И вот на этом игра закончится, плюс еще его убивают. Здорово. Ну точно знали, где он находится. Да, да, да. Под двор домом туда зашел. Причем, ну именно ББТ же решали, в какой именно минуту ему его убивать. Они видели, как он там фармит. Они такие, ну ладно, пусть качается. Когда ББТ решили, что ну ладно, пойдем его убьем, они пошли его убили. Все это время они были... Он был на виду. Возможно, и армлет не будет. 15-0. Девятнадцатая, двадцатая минута у нас стартанула. 16-0. 16 киллов, 16к преимущество. Там еще копию перехватывают. А, гонор, гонор, гонор. Блинкаут. А тут уже КПК. Ай, немножко не туда прыгнул, но есть скуки. Есть токи. В итоге лечить фраг еще один. Всем потопу. Потопу пойдет тоже. Опять же, все для этого есть. Линия здесь очень хорошо подпушилась. УББ. Ну да, тут на рампу заходить. Я уверен, там уже посвучала фраза, кто умрет, он... Ну, сами понимаете. Да, да, да. Сто процентов она залетела. Суперматимашка, не умирать никому. Проколи, какой тильслойш? Единственное, кто погиб. Да, да, да. И все, и до конца чемпионата. Да, да. И будешь такой, ааа, ну как я мог отдать этот фраг? Мы же могли там сделать рекорд. Хотя я думаю, что какие-то рекорды эта игра точно зайдет уже. Так, в опасной территории фармит Урса. Там своего терзателя. Сайк идет, будет терзателя забирать, забирать! Нет, флай забрал. Флай достал терзатель все-таки. Если бы сейчас он еще и терзателя просто один в четыре забрал бы, то это вообще тильбил. Но я напомню, друзья, ребята из нас не имеют права выходить с этого сервера, не сделав одного убийства. Не имеют права. И для этого они сейчас нажимают смок. Флай без хитпоинтов, но есть статик шторм. Здесь вся команда, они хотят сделать ровно одно убийство подряд. И на этом их задача на этой карте будет выполнена. Там амплифай для Урса. Там такой моментальный просто разрыв будет. А он БКБ нажал, да? Если на кого-то вырываться будут. Он же БКБ шкушмакал. Он же БКБ, это опасно. Ну все, там бафов очень много. ГПК, эпицентр, ворвались, пытается занять Драконайта. Фокус, две секунды стань, Мортимир Кинз летит. Сразу статик шторм сверху и хватит листил на ДК, очень плотно, зоник вае убили. Они смогли это сделать. В итоге погибает ГПК. Три фрага в ответ естественно делают. Боботим, естественно, Боботим выигрывает этот тимфайт. Сейв, ГПК типнул, ГПК в ответ, сейва. Если честно, можно ГГ писать, а не сделали это. Да, да, да. Сандвич, успех такой еще жесткий заходит. Да, да, да. 21. На 22 минуте при 18к преимуществ. Ну тяжело. У него, кстати, я думал, что они могут ГГ написать после этого фрага, но нет. Решили еще подраться. Ну ладно, тут опять же, с точки зрения того, что мы дебютируем, нам нужно на этом турнире раскликаться, поэтому чем дольше времени мы на сервере проведем, тем лучше, понажимаем кнопки. Ну, нам сейчас покажут. А мог ли кто-то спасти? А может быть, кто-то из тиммейтов специально не засыпал? Инча, инча далеко была, на самом деле. Вот если бы она с хилом подошла бы, а Тарнуд просто начал наяривать, то можно будет как-то чуть-чуть сейв этот дать. Ну, сейв тоже вот сам на снэпке, например, он мог бы какие-то куки, например, прописать или мег какую-то нажать, но он, может, и Меркиса задалека кастовал. Подрыв ДК. Ну ладно, ДК сам инициировал, как бы понимал, на что ушел. Он рисковал, очевидно. Нет, Кубитарк Сарапка у нас опять подвижна. Да, Кубитарк подходит на базу. Он забирает еще. Терзатель. Достается кому-то, Тарон, что-то как раз достается. Теперь шпраньк. Так, теперь какой-то еще миллстоун нужен для Наунс. Во имя чего мы на этой карте еще? Что мы хотим сделать? Кого еще мы можем убить? Да ничего же не хотим. Мы просто Рошана ждем. Как раз ту хрипа уже отправили. Рошан появился, его уже забирают. И под этого Рошана пойдут на рампу. Да, и мчат раз топ-4 на Творс на карте. Больше, чем кто-либо из кор-героев команды Наунс. Очень крепко, очень крепкая дота от ББТИМ. Ну и как-то вообще Наунс оказались не готовы. Видимо, ну какая-то идея с тинкером была. Хотели провернуть, но линии настолько слабо отстояли ребята, что тут, ну знаете, кого бы не пикнешь, если вы так стоите линии, то вы все равно проиграете. Да, то есть тут вопрос в том, что что-то пошло не так с лейнингом. Просто, может быть, оказались не готовы, потому что настолько жестко будет играть оппонент. Ну, мы это уже на драфте с тобой обсуждали, что у него не очень сильная линия получается. У Урса идеальный пик был. Опять же, чтобы убить линию Сэнкинг плюс Тинкер. Ну, что тебе эти два героя делают? Опять же, ты стан не можешь максить, да, за счет того, чтобы тебе подфармливать. Потом и линия вообще хорошо стоит за счет пустик финаля там и дыма. В общем, тяжко, тяжко на линиях ставить. Ну, или линия, да, папка плюс Бессмастер явно посильнее ЦК на лайне. Ну, да, ну, индивидуально хорошо. Пофигу, какой суппорт там будет. Они ЦК должны убивать. Суперсигнатука для Мейера. Ну, тут все-все сошлось, называется, друзья. Вот тут все стакнулось у команды ББ, и вот оно, оно просто полетело, оно прям с нежным катком сейчас по команде Наунс проносятся. Наунс больно, Наунс жестко. Но приходится терпеть. Приходится нажимать на какие-то кнопки, все равно качаться, все равно как-то быть на сервере, раскликаться перед второй картой, которую тоже придется играть, и там нужно будет там давать камбэк, нам нужно будет показать более сильную доту. Но пока, пока все в руках ЛБТИМ. Они забрали второго Рошана, забрали Аегис. Ну, и заход на хайграунд. Ну, конечно, заход на хайграунд, так как иначе Наунс, что мы будем дефать? У нас есть глиф, форма ДК прожимается. Да, спам марш от машин. Это то, в общем, ради чего этого тинкера брали, чтобы мешать. И прыгать не можешь, там Аегис, опять же, да, все потратишь, сразу можно ГГ писать. Но потихонечку Таур начинает здесь проседать. Капачку скипнули снизу. Этот Блокенбар еще летит, наверное, ждут Блокенбар для бисмастеров. Опять же, ну, спокойно можно было на рампу лететь, опять же, прожать все кнопки, там под бафы, залететь, баннер ставится. Глиф снова в Росу, это не важно. Энчандра с ТК бьет все равно. Кабан под имяр без Тауры. Вынужден нажать глиф, но, опять же, баннер стоит, и никто баннеру подойти не может, друзья. Вот в чем нюанс. Подойдешь к баннеру, будешь уничтожен. Поэтому ты этих грипов уже не скипнешь в радиусе действия баннера. Ну, можно на себя их выпалить, да. Вот так вот, хороший маневр. Но это не мешает смазить бараки. Да, глиф сейчас открутится после сноса барака. Но какой-то бой на Ус нужно решиться. Баф на Гонера полетел. За Денайл, за Денайл, не Дайл. Попытка в Рево здесь, ну, не знаю. Еще Денайл. Я даже не знаю, как драку построить, чтобы это все получилось. Потому что, представляете, какой классный поясненки у нас стоят. Они просто не дают даже шанса что-то придумать, что-то сделать, где-то на ошибки поймать. Единственное, мешался вот копий, который скипал нон-стоп пачку снизу, не давал по нижней линии сразу заходить. Ребята, мы запоподим. Но сейчас и та уже сделали телепорт, линия будет пушиться. Скан. Так, позволил себе Гунер выйти. Это он зря, конечно. Сейчас ему будут объяснять, что он был неправ. В своем выходе из базы. Беги! Так, куда бежать-то? Везде враги. Нет, там еще руны щита сверху. Паша просто на Сайке, да. Солил. Так, он и апает там себе копий. Но это для того, чтобы фраг еще один сделать. Он единственный, кто сейчас способен вообще сделать убийство. Он, кстати, сделал, по-моему, со Соник. Да, да, он со Соник. Ах, не знаю, фраг ему достался. Так, заход. Машинок очень много. Так, прыгает. Опа. Схватили соперника. Сенкинг сразу выкупается. Атака. Очень больно. ЦК. Юма не держит удар вообще, друзья. Байбэка у него нет. Дальше эпицентр. Попытка раскистоваться Мьеро. Он отхиливается. Есть грифсы. Разворотят топоры. Импетусы летят. Гунеру больно. ГПК дальше. Просто перепрыгивает соперников. Использует еще куки на него, чтобы добить. Минус дизраптор. Есть бай. Нажимается. Гунер погибает. Бая нет. У него без двух коров остаются ребята из Nouns. И Good Game Will Play пишется. 27 минут потребовалось коллективу BB Team, чтобы выиграть. Хотя, на самом деле, друзья, как будто бы исход этой карты был определен уже на минуте седьмой, когда настолько жестко лейнинг выиграли именно BB Team. Ну, там на пятнадцатый, да, где-то писать можно было уже это ГГ, но знаешь, для чего это нужно поиграть? Раскликаться. Да, да, да. Вот об этом мы говорили. Просто размяться, да, чтобы опять же...